Здравствуйте! Лето будет снова с вами! Сегодня мы вам расскажем основные моменты, на которые стоит обратить внимание, если ваш материал плохо прорезается или не прорезается. Первое. Материал в плоттер нужно загружать строго по линии. Это если без коврика. На коврике желательно тоже загружать по этой линии, чтобы материал и коврик был зафиксирован прижимными роликами левым и правым. Правый ролик ставится на 20 см и на 30 см в камео 4. В камео плюс также есть еще рисочка на 40 см, в портрете только на 20 см. И в портрет 3 этот ролик не двигается. Материал мы загружаем по этой рисочке для того, чтобы отверстие для позиционирования ножа не перекрывалось материалом. Также следите, чтобы это отверстие было чистым, не забито мусором и чтобы нож калибровался строго в это отверстие. Также нож мы вставляем в плоттер до упора и закрываем рычагом от себя, чтобы никаких отверстий вокруг ножа не было. Перед резкой нож необходимо проверить. Шляпка вокруг лезвия ножа должна быть затянута. Если вы чистите нож и откручиваете шляпку, здесь никакого мусора не должно быть. Также осмотрите нож на предмет трещин. Трещин тоже быть не должно. Тогда нож спозиционируется правильно и будет резать корректно. Когда отправляете нож на регулировку, он отщелкивается в отверстие для позиционирования строго, выставляет вылет. За вылетом следите по рисочке. Для того, чтобы подобрать настройки для вашего материала, рисуем небольшой кружок в программе Silhouette Studio. Это делается для экономии материала, экономии времени. То есть все материалы мы тестируем на каком-нибудь маленьком кружочке или квадратике. и во вкладке отправить мы заводим свой новый материал, чтобы мы могли менять все параметры реза и подбирать их для нашего материала. На примере самоклейки, когда вылет ножа, мы ставим на два силу на десять. Скорость можно ставить для такого кружочка небольшого больше пяти. Если вы режете какие-то мелкие элементы, то выше пяти советую мне поднимать скорость. Также можно регулировать проходы. Сохраняем эти настройки и запускаем нарезку. Если материал не прорезался, но контур сомкнулся, то можно добавить вылет. Если не сомкнулся контур, то тогда уменьшаем силу. Сохраняем параметры и всегда помним, на каких параметрах мы режем тот или иной материал из списка. ПОДПИШИСЬ! 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 ПОДПИШИСЬ!